Мы читаем новости в социальных сетях и выбираем странные комментарии взрослых людей. В эфире Класс Народа. Это не их заперли с нами, это нас заперли с ними. Мы уже законспектировали для потомков, как начиналась эпидемия коронавируса. Время зафиксировать ее конец. Начало конца. Конец середины и потом сразу будет начало конца. Правительство долго выбирало между тем, чтобы сберечь здоровье людей и спасти экономику. Но потом они как будто прочитали комментарии Анастасии. Какая в Монду самоизоляция, когда есть хозяйство? И приняли решение. Для борьбы с коронавирусом удалось в кратчайшие сроки мобилизовать все необходимые ресурсы. В медучреждениях дополнительно созданы 164 тысячи мест для зараженных инфекцией. 25 тысяч коек в реанимациях. Но задействована всего их восьмая часть. По какой-то непонятной причине в этот сюжет не попали врачи, которые не получают положенных доплат за борьбу с коронавирусом. Поэтому они сняли видео сами. Времени-то свободного много. Анастасия, скорая помощь! Мы не получили обещанные выплаты. Ни врачи, ни фишера, ни медсестры, ни водители, ни кот, ни рубля, ни напейки. Странная ненависть населения к врачам – это тема для отдельного выпуска. Там все плохо. Надо было раньше думать, когда учиться шли. С такими врачами мы бы войну не выиграли. И это правда. Там и солдаты кое-как справились. Непонятно, что могло не так пойти с этими выплатами, ведь схема простая. Путин начислил, кассир выдал. Можно еще упростить. Путин начислил, врач в ответ прислал Сберкота. Также неоднозначно приняли решение правительства поддержать оставшиеся без работы семьи с детьми. А у кого работы и детей нет, ложись и помирай? Вот зря они такие комментарии пишут. Это же могут прочитать депутаты. Уберут вопросительные знаки и все, закон готов. Возможно, сейчас действительно лучше снять карантин, чем дать людям постоянно сидеть в интернете. Есть ощущение, что видосы в Одноклассниках могут убить больше людей, чем пандемия. Больницы Америки спонсируются Биллом Гейтсом за то, что каждый умерший должен быть записан как умерший от коронавируса. 100 тысяч долларов стоит такая услуга. Вообще, ребята, это очень слабый вирус. Он в три раза слабее, чем обычная ОРВИ. Он легко погибает, когда много кислорода. Когда теплую воду можно пить в районе 40-50 градусов. И рака от солнца не бывает. Рак кожи бывает только от крема, который от крем придумали. Иммунная система усиливается через прикосновения, вот как раз через контакт людей между собой, понимаете, через обнимашки. Тем более, что положительные моменты действительно есть. Две пациентки старше 100 лет выписались из больницы номер 52 после успешного лечения коронавирусной инфекции. Это в очередной раз дало людям повод гордиться старшим поколением. У Елены на приходе есть бабулька 96 лет, которую пойди догони. Когда разберемся с коронавирусом, останется разобраться только с людьми, которые на приходе гоняются за старухами. Скоро даже возобновится чемпионат России по футболу. Надежда будет болеть за ротор, Волгоград. Надежда защищена от разочарований, ведь ротор играет в той лиге, которая не будет доигрывать сезон. Холода спасут Россию от вирусов. От создателей тепло спасет Россию от вирусов. Но мне даже больше нравится первая фраза в этом комментарии. Тут не надо быть мудрецом. Звучит как слоган моей любимой соцсети. Одноклассники. Тут не надо быть мудрецом. Налаживаются и международные связи. В США решили прислать России 200 аппаратов ЭВЛ. В прошлый раз Россия помогала США в борьбе с коронавирусом. Тем временем страны с менее развитым здравоохранением. Ну да, ну да. Пошел я нахер. Простые россияне не так наивны, как Путин. Они просят проверить эти аппараты, чтобы на них чего похуже коронавируса не оказалось. Мало ли, вдруг на них тонким слоем нанесли гомосексуализм. Валентин обращается к электрикам и просит не воткнуть их 110 вольт в наши 220. А то, не дай бог, аппараты ЭВЛ загорятся. Наталья задается отличным вопросом. Если у нас есть высокотехнологичное оружие, почему мы оправдываемся перед ВОЗ? Классная идея. Западные страны уже более-менее готовятся к возможной российской агрессии. Но никто не ждет, что мы нападем на медицинскую организацию. Пока этого не случилось, весь мир делает первые успехи в борьбе с коронавирусом. Русский врач в Италии брызгал на маску водку и дышал ртом 20 минут. На утро все было нормально. В смысле, никакого похмелья. Те же США заявили, что близки к изобретению вакцины от коронавируса. Если США реально имеют реальную вакцину, то не их ли это вирус? По этой же причине у нас не борются с коррупцией. Чтобы, не дай бог, не подумали, что у нас есть коррупция. Андрей не будет пользоваться американской вакциной, потому что через полгода окажется, что у него член не стоит. Подозрительно конкретный страх. Как будто Андрей подгоняет решение под ответ. Но вполне возможно, что никакого коронавируса и нет. Ведь им болеют только знаменитости. Так считают те, кто на новостных сайтах читают только раздел знаменитости. Но это как раз было бы логично, ведь только у богатых есть смартфоны с 5G. Но если предположить, что коронавирус все-таки реален, кому он мог бы быть выгоден? Тем, кто не болел. Артем Николаевич раскрыл заговор. Ни разу этот диагноз не был подтвержден у бомжа. Вот оно, тайное правительство. Люди, которые всегда защищены. Когда бы они не вошли в вагон метро, все сразу отодвигаются на социальную дистанцию. Вот мы их и раскрыли. Почему у бездомных ни разу не подтвердили диагноз коронавирус? Потому что они постоянно на холоде, а холод убивает вирусы? Или потому что ночуют на теплотрассе, а тепло убивает вирусы? Или потому что бездомные не получают никакой медицинской помощи и им вообще не ставят никакие диагнозы? Мы не сторонники таких простых выводов. Давайте подумаем. Поклонники корпорации Apple считают всех, кто не может себе позволить iPhone и MacBook, бомжами. Выходит, что бомжи пользуются компьютерами на операционной системе Windows. А кто создал операционную систему Windows? Билл. Помните, когда карантин только начинался, мы все были уверены, что за это время посмотрим много документальных фильмов, прочитаем книги и выучим языки? Не знаю, почему мы так думали, но теперь время планировать свою жизнь во внешнем мире. У многих из вас еще осталась работа, и вы наверняка будете на нее ходить, и времени изучать английский опять не будет. Наш спонсор Puzzle English помогут решить эту проблему. Сейчас вы можете начать учить английский через сайт, а если у вас все-таки появятся дела, то перейдете в мобильное приложение, где все сервисы Puzzle English адаптированы под короткие приступы продуктивности. Puzzle English — это набор разных сервисов под одной крышей. Грамматика, лексика, игры, подкасты, потому что теперь везде есть подкасты. Можете выбрать только те, которые вам нужны, или взять премиум и получить доступ ко всему. Кстати, все зрители класса народа могут получить 50% скидку на ежемесячный премиум, если при оплате введут промокод КЛАССНАРОДА. Удивительное совпадение, правда? Настало время для очередного бутылочного эпизода классовой ненависти. На этот раз, в прямом смысле, бутылочного. У нее жизнь удалась. У нее двое взрослых детей. Не пьющая, не курящая. Душка в Питере живет. Здесь ипотеку плачет, в другом-то квартиру. Внук уже, извините, третий класс, четвертый класс. Сын, спортсмен, не пьет, не курит. Пукачок, спортсмен, Димку тоже все знают. Чего проблема-то? Ахуеть куда? Жизнь удалась. Она замужем, муж при месте. Вы бы так детей воспитали? Не пьющие, не курящие. А у вас не пьющие, не курящие дети, блядь. Ракоманы, алкаши, блядь, педофилы, блядь. Охуетьительное воспитание, блядь, у вас. У не пьющих, не курящих. Я не знаю способа лучше показать, что жизнь возвращается в привычное русло, чем рубрика «Комментарии без комментариев». Следственный комитет отказался смечить обвинения сестрам Хачатурян. Справедливость восторжествовала. Назначение женщины – давать жизнь, а не забирать ее. Преподаватель филфака МГУ признался, что спал со студентами. Как здорово, что я учился в ГПТУ. Фейсбук объяснил удаление аккаунтов Рамзана Кадырова с санкциями. Вот на многих порталах как бы не замечают разгул мата, непристойных картинок, оскорблений. Особенно это процветает на РБК, и очень часто матерятся хохлы. Предлагают свои прелести сосать. Очень озабочены на сексуальной почве. На многим пользователям это нравится. Они защищают эти глупости. Обвиняют автоматы, компьютеры, задания дают люди. ЕГЭ в России планируют отложить из-за коронавируса. Хватит жить умом Америки. Отмените ЕГЭ, наши дети далеко не глупее ихних. В Омской области подростка убила молнией. У нас Жаковский электрик чинил проводку не выключая рубильник, а без резиновых перчаток соединял провода, а при необходимости еще и зубами их поддерживал. На мое замечание, что может это плохо кончиться, сказал, что проверено 40-летним стажем, до 350 вольт даже не ощущает. Разместивший фото Гитлера на сайте бессмертного полка, раскаялся. В камеру нахуй. К маньякам. Чтоб жопы трещали, как астраханские арбузы. Чтобы маньяк постучал по всем жопам и сказал, вот эту. Извините. Продолжаем. Российской полиции разрешат вскрывать автомобили и проникать в жилье подозреваемых. Ленин, вставай. Ведь не просто так ты не был захоронен. Российским семьям с детьми до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка. Эти деньги, которые получат жители России, поверьте потом нам всем выйдет боком. Это не просто так евреи дают деньги. Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. Против Путина, против России, сейчас все сатанисты и русофобы всего мира. Это серьезная сила. Против них помогают только молитвы и скандеры. Народная мудрость. Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя. Недавно писали, что россияне стали меньше пить. А теперь, оказывается, стали умирать больше. Я этого не заметила. У нас в деревне алкаши как пили, так и пьют. А умер самый лучший и самый красивый мужчина. На сегодня все. Хватит смеяться. Учите английский в пазл-инглиш, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и всех сценаристов этого выпуска. Ссылки будут в описании видео. Я был чекистом скромным, разоблачал шпионов. В Германии далекой меня никто не знал. Но Горбачев не шутка, нас продал проститутка. Я в Ленинград вернулся на Витебский вокзал. Но Горбачев не шутка, нас продал проститутка. Я в Ленинград вернулся на...